Экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств. О, Господи. Почему я сразу подумал, что твоему папе этот видос бы понравился? Да и моему, возможно, тоже. Это вся ничья. Я в эту всю херню не верю, паранормальную. Ну, мне нравится в это все там читать, смотреть. Книжки всякие про сверхъестественные штуки люблю. Топ секрет. Каждый человек хотя бы один раз в жизни попадал в ситуацию, когда, просыпаясь, не смог встать с кровати. Тело как будто стекретных материалов. Он сейчас будет про... Просонный паралич походу. Блин, это дичь пугающая, жесть. Она забавно пугающая. Знаешь, самое херовое, когда к тобой склоняется какой-то демон. Он такой, приветуля, ты не можешь прошевелиться. А, пиздос. Это ведь... Ты понимаешь, что не настоящая, ну, сука. Примерно так же страшно, когда тебе снится, что ты спишь на рабочем месте и пришло начальство. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. О чем там говорить? Раз уж начался видос, окей, я расскажу, что мне снилось сегодня, когда меня разбудил кот. Короче, по какой-то невидимой причине мне началось сниться, что я играю в демку Resident Evil 3. Хотя я в нее не играл еще. Мне было страшно, но почему-то за мной начал гоняться Nemesis. Я начал убегать или что-то подобное. Я от этого убегал, что-то делал, загонял его. И в какой-то момент у меня почему-то меня за ноги начал цеплять какой-то кот. И я почему-то был в колготках, блядь. И эта скотина мне цепляла. Либо это носки такие были, я не знаю. Почему-то мне в голове кажется, что колготки какого-то хуя. Не знаю, с травести шоу, наверное, убегал. В итоге... А Nemesis такой высокий, потому что на платформе... В итоге я его уже поймал, пизд... Отхуячил по жопе и там говорю, Да тебе ты, отстань! Эта скотина опять, он меня замедляет. Я не хочу, чтобы его покалечили, за ним он не гонится. Говорю, отстань и тебе херово будет. И в итоге бегал, бегал. Что вы думаете? Просыпаюсь, Настя там на кота бурчит что-то. Оказывается, эта скотина кидалась на мои ноги еще, когда я спал. И поэтому мне снился сраный гребаный кот. Что он кидается мне, блядь, на ноги. А он правда кидался. Я такой, ё-моё, твою мать! Никогда не просыпался, я такой приснул, приснул, а потом... Вроде ты еще не спишь. Но просыпаешься, собственно, храп. А, ну... Вообще обычно нет, но чуть-чуть вроде было. У меня обычно бывает, что я начинаю засыпать. Ну, кстати, давно такого не было, слава богу. Ну, начинаешь засыпать, ты идешь по какой-нибудь херне, у тебя ноги разъезжаются, и ты падаешь очком на это. И ты такой, эээ... От того, что ты падаешь, такой просыпаешься и дергаешься, как долбанутый. Я в основном со здания падала или на льду поскачивался. Ты очком падаешь, понятно? У меня детская травма, я так один раз упал. Было очень больно. Ну, копчик. Ах. Ну, я не копчиком, я промежностью ударился. Жесть. Чё непонятно, за мной какая-то тварь гонялась. Я от нее убегал, пытался выполнить то, что надо, чтобы открыть дверь и уйти. А в этот момент за мои ноги цеплялся кот. А я почему-то был в колготках. Так эта сука еще и колготки мне порвал. Скотина, затяжек наоставлял. Ай, блин. Очень странный сон, просто сверхзвездонутый. Золото. Дышать трудно, а вокруг виднеются незнакомые вам силуэты. Ответ только один. Новогодние праздники. Тыч, всем привет. Меня зовут Топа. И представьте, что я сказал все то же самое, только без шутки в конце. С этим сталкиваются очень многие. И скорее всего, даже ты. Да, это связано с паранормальными явлениями. И это называют... А почему это связано с паранормальными явлениями? Вы наверняка привыкли к тому, что я... Не связано. Я объясняю вам природу каких-то паранормальных штук. И этот раз не будет исключением. Уж поверьте. Я бы даже сказал, что это очень важный выпуск. Ведь именно он позволит нам в дальнейшем... Просто многие считают, что они действительно просыпаются, и действительно лежат, и не могут пошевелиться. И что какая-то сущность с ним приходит. Но на самом деле... Это сон во сне. Это сознание во сне дублирует эту реальность. Вот. Показывая ее гиперреалистично. И делает так, что ты не можешь типа пошевелиться. Это тебе снится, что ты не можешь это сделать. Кстати, самое интересное. В моем сне мне не было это обычно особо страшно. Мне просто кот бесил. Я за него, наверное, переживал. Угу. В видео объясните многие пугающие вещи. Так что... Слушайте внимательно. Разумеется, многие из вас могли об этом слышать. Но моя задача сделать самый полный разговор. У кого не было... Рассказать то, чего не рассказывали другие. И... Короче, у кого не было сонного паралича... Еще, скорее всего, может быть. Потому что у меня его тоже не было. Он у меня в этом году... В этом или в том году вот первый раз был. Ну, да. У меня до определенного возраста не было. Когда я стала в ночь работать и присыпала на работе, вот у меня и начались сонные параличи. Почему? Изматываешь. Потому что ты присыпаешь, и твои страхи воплощаются в твоем сне. Вот. И я там засыпаю, и мне тут кажется, что я все на свете проспала, и покупатели проспала. И вообще, короче, пришли хозяева, отперли аптеку, и я там спала. Короче... Привет, Настя! Короче, коротко говоря, это все из-за нервозности и страха, и усталости. Ну, да. И у меня раньше не было никогда сонных параличей. И я этим пользовалась для того, чтобы проснуться от кошмаров. Особенно, когда ты не можешь скипнуть и в плане того, что тебе все равно страшно. Ты не можешь убедить себя, что это все нереально. Вот. Я, ну, начинала тогда там вертеться и так далее. Там головой трястили что-то такое, щипать себя, чтобы проснуться в реальности. Это работало. Вот. А сонными параличами это не работает. Потому что ты не можешь подвигаться. Да! Да, да, да. И донести информацию совершенно до всех. Ведь, по сути, каждый из вас в опасности. И я не шучу. Судя по исследованиям, примерно 8% всего населения хотя бы раз испытывали это чувство. Но для тех... Всего 8%? Мы еще и особенные. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Кто не понимает, о чем речь. Мне кажется, мне казалось всегда, что это вообще не редкость. Ну, как бы... Я такая читала про сонный паралич и думала, ну, блин, ну, ладно. Окей. Ну, существует такое. У меня нет. Вот когда у меня это произошло, даже до меня не сразу дошло, что это сонный паралич. Сначала поясню. Если вкратце, то сонным параличом называют состояние, когда вы, проснувшись, не можете пошевелиться, но никак. Ваше тело уже не ваше тело. Но это далеко не все. Для этого выпуска я очень хотел подобное испытать. Чтобы максимально понять, о чем говорить. Да. Ни хера не вышло. Хотя... У меня обычно голова тяжелая и клинить шею. Я не могу... Вот эту картину не как то, что хочется увидеть. Представьте, что вы проснулись и прекрасно понимаете, что в комнате, кроме вас, находится кто-то или что-то. Чего тут раньше не было. Вы хотите повернуться и посмотреть на то, что вас так пугает, но... Злее это было. Вы не можете. Потому что ваше тело не слушается. А что, если вы уверены, что ночью вас что-то поднимало в воздух? Вряд ли после такого вас легко будет переубедить в существовании паранормального. И это еще полбеды. А теперь представьте, что вы просыпаетесь. Вы видите их. Слышите их. Чувствуете их. Вы задыхаетесь, как будто кто-то сильно давит на вас. Но вы не можете позвать на помощь. Вы физически не можете кричать. Да, ты ничего не можешь делать. Реально пугает. Кто-то включает свет и все пропадают. Вы можете двигаться и говорить, но вы никому ничего не докажете. Теперь только вы знаете, что с вами произошло. И поверьте, вы никогда этого не забудете. Как забыть, что тебя этот демон с огромным мастурбатором Пенетрирует. Да. Ну блин, страсти до рассказа. Ну в сериале зло это классно показано. И там стиралась тоже грань между сном и явью. И она не могла понять, переселась ей или нет. У меня всегда такая херня при стрессе. Вроде уже даже рассказывала в чате, что по мне как будто миха скачет, а я не могу его скинуть. Думаете, это как всегда выдумки каких-то психов с паранормальных формов? Хрена лысого. По статистике 57% людей, которые сталкиваются с сонным параличом, видят в комнате чье-то присутствие. И зачастую это присутствие нечеловеческое. Мне, кстати, не было никакого присутствия нечеловеческого. Мне оказалось, что мне в дверь приснился. Кошмар приснился. Как бы не так. Мне в дверь сняли сотрудники, начальство. Ну, точнее, типа, что они были. А я, типа, меня клеммануло, не могу пошевелиться. Самое главное, я просыпался и не могла понять, сон ли это был. Приходили ли вообще. Ага, да, да, да. Потому что реально дублируется реальность. А я ж говорю, у меня последний раз было, я лежу, я такой, я понимаю, что у меня вот так вот меня заклинило. И мне неудобно. Я такой, вроде что-то смог сделать, и что-то как-то обратно. И ты еще и урывками это все как-то помнишь. Лайфхак. Так, если вы страдаете сонными параличами, повесьте в зоне видимости, я, кстати, это подсмотрела тоже в кино. В зоне видимости своей, когда вы будете лежать там или сидеть и присыпаете, бумажку, на которой что-то написано. Вот. И попробуйте во время приступа прочитать это. Если вы не можете прочитать, то это точно сон, потому что во сне мы не можем читать. Серьезно? Да. Вы действительно понимаете слово «кошмар». А, ну, в принципе, не, я не читал. Я, когда за это вот, когда в армии был в нарядах, сидишь такой, книжку читаешь, ты читаешь, 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 а спать уже сильно хочется. И ты такой засыпаешь, и, ну да, ты не читаешь, у тебя просто история сама в голове дальше продолжается. Ну, такое бывает. Просыпаешься и такой, пытаешься найти, где это, а этого нету, такой, твою мать, где это было, где я по-настоящему-то остановился. С фильмами тоже такое бывает. Достаем двойные листочки. Ща будет диктант. Мать твою. Для вас «кошмар» это просто страшный сон, не так ли? Только вот этимология слова несколько иная. Это изначально французское слово и правда означающее плохой сон. Только вот появилась она достаточно поздно, в 1833 году. Покопавшись, я нашел, что у этого слова был совершенно другой смысл. Если найти цепочку, то можно отследить, что слово «кошмар» произошло от старофранцузского «кокмар», которое использовалось еще в 14 веке и обозначало злого духа, который душит спящего человека. Да и сейчас получается это слово состоит из нужных компонентов, только никто не понимает их смысла. Старофранцузское слово «нажимать» и старонидерландское слово «мара». Это буквально демон, который катается на тебе ночью. Теперь, когда мы будем... Тут столько заеби! У-у-у-у! Шикарно, прекрасно просто! А ты думаешь, зря существуют вот эти вот все истории, где славянские, типа, около славянское, православные, что-то такое, ну, типа того, что Гоголь сочинял, когда чёрт верхом на мужике летает или что-то такое. Это ж было в этих... Господи... Вечера на хуторе близ диканьки, там, что когда... Ну да, где чёрт на мужике летел. Да, да, а потом, короче, в акула чёрта оседлал и на чёрте прокатился до Петербурга. Для меня самое раздражающее во сне, когда ты бежишь и не можешь бежать. Да, я тогда начинаю лететь. Ну, самое херово, ты улетаешь в небеса и, короче, а там, сука, провода. И... И всё! У меня обычно было, что я махаю руками, как дебил, и взлетаю. А потом боюсь приземлиться, потому что вдруг я не взлечу опять. Да, да, да. А ещё летишь низко. Думаешь, если ты летишь низко и медленно тебя схвать, то если летишь и высоко, то там облака и провода. Я так поджарилась просто пару раз. У меня нет такого с провода. Не так давно. Если вы хотите видеть английское слово Nightmare, вы будете знать, что изначально это ночь и демон Мара. Ночная Мара. По поверю, совершенно не важно, закрыты ли у вас двери или окна. Этот демон найдёт способ проникнуть в вашу комнату. А всё, что вам остаётся, пытаться дышать и надеяться, что он скоро уйдёт. Бу, нахрен! Надеюсь, двойной листочек... Чё, басратушки? Нет. Теперь тебе пригодится. А, вот зачем нужен двойной листочек. У меня самолёт через час. Там уже расскажу, как старые поверья одних народов повлияли на культуру других. Я недавно как раз именно приснился такой демон. Спасибо за подписку, Дарт Краун. Ха-ха, говорили чё-то про Шрека. У очень многих народов встречается описание такого же существа, только выглядит и называется по-другому. Вот, например, в Таиланде это призрак, сидящий у вас на груди ночью. Зовут Пхи Ам и очень даже популярен здесь, ведь часто на это делают отсылку в здешних комиксах и фильмах. Где-то это ночная корга, где-то инкуб или суккуб, демон, который тебя ещё оттрахать может. А-а-а, весёленькая хрень, да. А-а-а, весёленькая хрень, да. А-а-а, весёленькая хрень, да. Мы или призраки. Здесь кто-нибудь есть? Да, что такое? По-моему, странно, домовой. Звучит логично. Если вы в деревушке у бабушки ночью увидите что-то маленькое, бегущее под кроватью, что вам первое придёт в голову? Ты спишь, а он прыг-прыг со стола на пол. В Турции это джин Кабус или Карабасан. Да, джины – это существа из фольклора, а не выдуманный Диснеем персонаж. Этот джин буквально терроризирует ваш сон. И да, люди действительно так считают. Более того, они, получается, прислужники мусульманского дьявола. Я забыла, как он называется. В некоторых, вроде как, я не знаю, это же тоже, по идее, фольклор. В некоторых, вроде, типа, джин – это вообще заманивающий и убивающий. Нет, это ты про Гуля сейчас. А, ну, наверное. Короче, Гуль появлялся в виде красивой женщины на пути каравана. Да. Вот, и, типа, они, когда приютили, там, допустим, себя на ночевке, в лагере, когда все теряют бдительность, она, типа, всех убивала и жирала. Не верите? Посмотрим, смогут ли вас переубедить. Мейл-ответы. Ко мне ночью приходил джин и душил меня. Что же делать? Я ожидал увидеть ответ, что нужно загадать желание, чтобы он перестал душить. Но вот что я увидел. Я пишу серьезно. Пришло твое время выбирать путь. Это приходил сатана. Не важно, как он тебе представился. Советую попросить прощения у Господа и призвать Иисуса. Хотел бы, конечно, посмотреть на этот призыв. Есть инструкция? Надеюсь, сейчас вы поняли, что это не какие-то байки и шуточки в интернетах. Это реальная фобия реально у всех народов, которая пришла из рассказов, которым уже тысячи лет, включая время до нашей эры. Но клиническое описание как болезнь произошло только в 1664 году и вам нужно услышать этот научный трактат. В смысле, типа, сонный паралич считается болезнью? Ну, да. Ночью, когда она спала, она верила, что дьявол лежал на ее груди и держал ее. Иногда ее душила огромная собака или на ее груди лежал вор, не давая ей говорить или дышать. Не хотел... И тут я вспомнил этот комикс. Блин, я не могу понять, какого хрена у меня ощущение ночью, что я лежу, и у меня что-то лежит на лице, и я задыхаюсь. Следующий кадр. Лежит чувак, и на лице у него спидкот. А, да. Хотел бы я проснуться и увидеть, что на мне лежит вор. Пусть забирает, что хотел, и сваливает. Зачем вот это вот все? Да. В то время, если ты не мог что-то объяснить, то был только один выход. Усук. А если вы думаете, что все это осталось в тех бородатых годах, то как же вы ошибаетесь? Махнатый микрофончик. Есть такая этническая группа Хмонги. Сейчас они расселены в основном по Китаю, Вьетнаму, Лаосу и Таиланду. В конце 70-х многие бежали в США, и там у них зафиксировали то, что впоследствии назовут синдромом внезапной ночной смерти. Эти люди были молодыми, здоровыми, на первый взгляд, но вдруг ни с того ни с сего начали умирать во сне, без каких-либо причин, и даже вскрытие не могло помочь. Но что самое интересное и пугающее, они верили, что их преследует призрак Даб Цок, который сковывает их по ночам и убивает. Рутская жуть. Посмотри сюда. 1977 год. 100 беженцев в Хмонге умерли во сне, когда злое присутствие раздавило им грудь. И снова. 83 год, Таиланд. 230 человек умерли во сне. И ни один врач или долганный психоаналитик не смогли объяснить эти смерти. Он, судя по всему, не особо спит. Мара. Надо запомнить и посмотреть. Наверно. Воу. Звучит реально стрёмно. Если вы испытываете это чувство, то получается, что вы тоже в опасности. Фредди Крюгер уже идёт за вами, детишки. И тут, чтобы рассказать, что, оказывается, идея Фредди Крюгера и была вдохновлена этими рассказами про внезапную смерть в Юго-Восточной Азии. Я, конечно, никак не ожидал, что даже этот фильм будет основан на реальных событиях. Но, что ж, теперь придётся разоблачать. Да, на вид эти люди были здоровы, но это было идентифицировано как генетическое заболевание, связанное со многими факторами, касаемых сердца. Возможным катализатором может уступать и сильный стресс. А во что уж они там верят, в общем-то, плевать. Дело в том, что даже если бы они знать не знают... Вот ты чего больше всего ты боишься. Пришло начальство. Когда ты уснул на рабочем месте. Например. Да, хоть ты и закрыл дверь, а у тебя и ты слышишь, что кто-то стучит. Или скайп. Дилинь, 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 меня уже от звука скайпа триггерит. Знали, что это за демон такой, они бы всё равно умирали. Я сделал такой вывод из исследования, в котором говорится, что предотвратить такую внезапную смерть помогает имплантированный дефибриллятор. Демон, значит, из ада. Пришёл по твоей души, начинает тебя душить ночью, а потом смотрит, ёпты, это что, дефибриллятор? Всё, нахрен, отпуск испорчен. У него дефибриллятор, сука. Но главное, что даже сейчас, в современном мире, люди связывают это с демонами. Ну, людям надо во что-то верить. Ну, как бы, да, ну... А ещё у нас люди часто любят творить мракобесие. Ну, и недостаток образования и воспитания играет свою роль. Проще во что-то верить. Что, что вы видели? Было галлюцинацией. О, это был призрак. Это была не галлюцинация. Ну, раз учёные смогли предотвратить злостные демонические ритуалы, то настало время рассказать, что никакого демона-то и не было. Ведь исследователям удалось вызвать сонный паралич у крыс. Это что получается? Люди смогли призвать демона-крысу? Поздравляю с потраченным временем, зато вы услышали предысторию и факты, неприменимые в реальной жизни. Но настало время... Если попробовать объяснить это с научной точки зрения, то оказывается, что это намного интереснее. Когда вы спите, ваш сон делится на две фазы. Медленный сон наступает сразу, как вы засыпаете. И его стадии длятся большую часть сна. Последняя стадия так называемый дельта-сон. Самый глубокий. Сознание, считай, отключено. Вас трудно разбудить. А если всё-таки смогли, то вы реально будете похожи на дерьмо. Во время такого сна вы можете нести всякую чушь. Ведь могу заплатить. Но ваши мышцы не... Ведь могу заплатить. Это вот, видимо, как раз ты, когда днём спишь или когда тебя разбудили внезапно, и вот это вот в самый глубокий сон, когда тебя разбудили, ты просыпаешься, ты не понимаешь, что, где, когда, кто ты, почему ты, за что, зачем вы меня тронули. И отходишь очень долго. У меня такое бывает почему-то, когда мы куда-нибудь собираемся. И я такой злой, недовольный, и ворочу, и никуда не хочу. Парализованы, поэтому именно эту фазу медленного сна связывают с сомнамбулизмом или хождением во сне. Вы просто начинаете ходить во сне, потому что законом не запрещено. Подробнее смотрите вот в этом ролике. А вот фаза быстрого сна – это нечто потрясающее. Во-первых, у вас бегают глаза. Во-вторых, активность мозга больше, чем в другой фазе. В том числе и часть ответственная за страх. А в-третьих, вам снятся самые яркие и запоминающиеся сны. А чтобы вы во сне никого не ушатали, пока будете отбиваться от огромной утки, у которой вместо перьев бензопилы, ваше тело как будто отключается. Не полностью, но вы не можете делать какие-то глобальные движения, типа перевернуться, потянуться и так далее. Некоторые могут, но это скорее отклонение от нормы. И плать. И гианты идут в Супер-бол. Такая офигевшая. Накрашенная, главное. Я же тебе говорила, как я от кошмаров просыпалась. Видимо, у меня все-таки получается. А еще от того, как я на тебя руку уронил. О, мой бедный нос. Мой зайка до сих пор это помнит Сейчас в нос ударила Нет, ты же меня тогда в нос уебал Ну я же говорю, вспомнила и в нос ударила У меня аж заныло там всё Самое интересное, она говорит, я вроде проснулся, но я нихуя не помню, я не просыпался Чуть-чуть наехал на меня Руку на меня уронил Я проснулся, наверное, посмотрел на тебя Что-то бурчишься Ты сейчас что, баканула или мне показалось и лёг спать дальше Да И вот как раз эту фазу связывают с сонным параличом Это лунатизм наоборот Вы вроде в сознании, но тела ещё нет Происходит слияние сна и бодрствование Вы видите ветки в окне, но теперь это уже слендер с длинными пальцами Ваше тело полностью под контролем вашего сна, даже дыхание Видя эту тварь, вы хотите вдохнуть глубже, но ничего не получается Вы чувствуете удушье и что на вас кто-то присел бесцеремонно, как на лавку у подъезда Как и во время сна, внешние триггеры очень влияют Подул ветерок, значит для вас это целый ураган Котик, вы вообще баршал Да, Саша? Ноги твои похватал Но у меня не было сонного паралича Ну да, это было связано Ну у тебя снился сон, это была фаза быстрого сна И я тебе говорила, как-то влияет Это как мне, короче, приснилось как-то раз, что я, короче, какая-то дочь богатых родителей Это школьница И я только переехала в особняк, и в нём делают ремонт А я, короче, спала перед вечерней сменой Вот Ты школьница Мне приснилось, что я школьница Ну, а какая вечерняя смена? А я спала как раз перед вечерней сменой Ты слушай, что тебе говорят, а потом уже припирайся Я затупил Вот, это соседи тверлили Вот, а у меня во сне там тоже ремонт шоу Только у меня, а не у соседей Наверное, это демон читает какую-то херню из преисподней Логично? Логично Выходит, сонный паралич это не демон, а просто отклонение от нормального сна И, разумеется, многих интересует, есть ли способы избежать этого Были проанализированы все существующие исследования сонного паралича И не обнаружено никакой связи его с возрастом и полом Но ни у кого нет сомнений, что качество вашего сна ещё как влияет Мало и плохо спите, повышайте шанс встретить эту ночную шмару Некоторые исследования говорят, что недосып Мару? Да, да Мару 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 Вот, вот, про что я и говорил Пока я, вот этот год я походу прям конкретно себе выдрочил сон Или наоборот пересып тоже влияет Также высока вероятность такого у людей с посттравматическим стрессовым расстройством Тревожным расстройством, депрессией и нарколепсией А ещё если вы студент Чтоб я сдох Уже вижу как у вас яички сжались, даже если их нет Советов как избежать не очень много, но вполне возможно, что кому-то это может помочь Обязательно нормализовать сон Это в принципе в жизни должно помочь А плохой сон связывают со стрессом, наркотиками и алкоголем Так что по возможности нужно этого избегать Также зачастую это состояние начинается, когда вы спите на спине Попробуйте разнообразить вашу жизнь Вот, кстати, я на работе на спине сплю Ну, а я, короче, присыпала на работе на спине Но, но, придвинув вот так голову в бок У меня, получается, шея затекала Вот и мне яснилось, что мне шею заклинило Да, ну, я не знаю, я иногда могу спать на спине нормально Когда засыпаю особенно, расслабиться иногда так легче Жизнь и попробуйте что-то другое Ведь сами подумайте Вам на грудь никто не сядет, если вы лежите на ней А если сядут на спину, то это уже массаж В гости ночевал, перепил, конечно И вот ночью проснулся и кричит Ой, кто меня душит, кто меня душит А бабушка говорит, ты помнишь, вечером меня ругал? Это Ванечка пришел тебе, вразумил А если вас прям это очень сильно беспокоит И вы боитесь спать из-за этого, то Перестаньте смотреть об этом видосике в интернете Я говорю, чувак, нужна специальная медицина Это точно! Да Я, кстати, сегодня видел мужика, которому было плохо тогда в пятерочке И че? Кто ходит? Живой Даже, по-моему, одет в то же самое был Вообще не нужно этого стесняться Ну, а если это происходит очень редко, то Расслабьтесь, ваш мозг просто троллит вас Все это идет от нескольких секунд до максимум нескольких минут Ровно так же и лунатизм имеет свой предел по времени Просто примите тот факт, что это не опасно Никаких доказательств, что от этого кто умирал нет Разве что вы можете кукухой поехать, если будете уверены в том, что какой-то ублюдский демон пялится на вас, пока вы дрыхнете Ты готова? Внимание Души, 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 души Домовой Ну, не демон, а домовой Все Держи, меня просто Я просто прикольнулся сонного паралича Немножко, да, напрягает, но мне показалось это забавно Мне сказали, у меня было пару раз Ну, я вообще только со временем доперла, что это был сонный паралич Хотя у меня уже начались они И я как бы знала об этом Но я думала, что человек реально просыпается, и у него галлюцинации Роберт Тедеев, спасибо за подписку Понимаешь, я не думала, что у меня сонный паралич А это не так работает Работает так, как мы говорим, как он сказал Ты спишь на самом Ну да Вот И у тебя, может, ты и просыпаешься, но у тебя сон с реальностью смешивается Ну вот, я же говорю, у меня было тоже ощущение, что кто-то стучит А я не помню, это, по-моему, второй раз был Еще раз до этого был тоже предыдущий Я тебе как раз рассказывал Я угорал, что забавно как-то Последний раз я поймала что-то вроде сонного паралича Но я находилась не дома Я находилась в своем старом доме Вот Но все для меня было абсолютно реально Хотя это была какая-то альтернативная реальность И как бы это было довольно-таки страшно Потому что сны, в которых ты не помнишь свою реальность У тебя какая-то она другая Это самый жесткий А спала ты дома? Спала я дома, здесь Вот, недавно было Вот, я что думаю, вроде ты Сраный демон Нигде не могла спать больше Я вообще, блин, в них не верю Какого хрена? Или я тебе чего-то не знаю Это сознание прикалывается над нами Ты спала где-то в другом месте просто Я даже тут на диване не сплю Уруру 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 Ура-ура За примерами ходить не нужно В 2008 году мамаша Зарезала свою шестилетнюю дочь Жесточайшим способом А все из-за того, что думала, что в дочку вселился демон Знаете, из-за чего? Из-за того, что та ходила во сне Неосведомленность о природе лунатизма сыграла злую шутку Зачем что-то знать? Бабушка же сказала, что это демон Значит, демон Ну да Эту историю я узнал из книги моего друга и ученого Саши Панчина Уже не в первый раз показываю И что самое интересное, у меня куча книг с разоблачением паранормального И только в этой есть просонный паралич Странно Как по мне, это должен знать совершенно каждый Неважно, ребенок это или пожилой человек Как бы да, мне кажется Или атеист Плоскоземелец Или ваша собака Все равно Не стесняйтесь информировать окружающих Ведь это может коснуться каждого из них Это что, речь? Да пошел ты, я стараюсь быть полезным Даже в 1664 году ученые понимали, что это просто галлюцинация Которая объяснена с научной точки зрения Но, к сожалению, не всем дано познавать новое Ведь и старое объяснение устраивает А неплохо бы подвергнуть сомнению В том числе и мои размышления Обязательно напишите в комментариях Вашу историю сонного паралича Чтение комментов будет похлеще любого хоррора Запасаемся двойными листочками, народ Знаете, почему это было важно? Люди, испытавшие сонный паралич С большей охотой Ну, с нынешней тенденцией скупки туалетной бумаги У всех достаточно бумаги Нашла, началась эра листочков И есть даже мнение, что в разных культурах Чаще его испытывают Потому что знают, что демон Охотится по ночам Хотелось бы верить, что предрассудки Со временем перестанут существовать Но верится с трудом А к этому расстройству, как я и сказал Мы вернемся не один раз Спасибо за просмотр В смысле, все, а... Не все Не все же Ага, подловил нас Субтитры сделал DimaTorzok 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 Бля, это было зачетно Не, на самом деле Клевый и познавательный видос Я реально не думал Ты мне просто рассказала про сонный паралич Сказала, что такое бывает Я сразу все понял Мне просто никогда демоны не виделись И я даже не думал ни о какой паранормальщине А оказывается Люди думают о паранормальщине И это пипец Очень познавательный, очень хороший видос Мне понравился Он клево сделан С долей юмора И концовка просто топчик Я, кстати, рассказываю Те, кто там душит Сидит на груди, на ногах Я не связывалась с сонным параличом У меня теперь все, как говорится, срослось Пазл сложился Спасибо за просмотр В описании ссылка на оригинальный видос Смотрите его обязательно Ставьте ему лайк Также расписание стримов И ссылки на соцсети Заглядывайте на стримы Смотрите другие видосы И не бойтесь сонного паралича Он бывает прикольный Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok